Эта история кажется сказкой, от начала и до конца. Однако она не выдумана. Жил в Нигерии один рыбак. Забросил он как-то в море свой невод и вытащил за дно со всякой ерундой. Нет, не золотую рыбку, но почти золотую корону. В сети попался скат-орляк, цена которому может достигать и 100 тысяч долларов за штуку. Обыкновенный пятнистый орляк, хрящевая рыба семейства орляковых скатов, отрядах Востоколовых. Водится он в тропических водах, у берегов Гавайев, Флориды, Мексики, Австралии и других жарких стран. Ну и у нигерийских берегов тоже. В отличие от многих других скатов, орляки живут преимущественно в водной толще, а у дна только кормятся. Они предпочитают глубину до 80 метров и любят очень теплую воду, не ниже плюс 24, а лучше еще теплее. Иногда скаты высоко выпрыгивают из воды, вертикально или под углом. Это очень красивое, но небезопасное зрелище. Был случай, когда крупный скат, выпрыгнув в воздух таким образом, упал на женщину и задавил ее насмерть. У орляка очень длинный хвост. Он принадлежит к числу хвостоколов, и хвост его может нести от двух до шести острых ядовитых колючек. Умереть от их укола человек не может, но раны выходят очень болезненные и долго не заживают. Орляки питаются разной некрупной морской живностью, сильные челюсти позволяют им легко разгрызать раковины и панцири ракобразных. Их, в свою очередь, охотно едят крупные акулы, вроде рыбы молота. А вот людям орляки не по вкусу. Они очень жирные, но жир имеет скверный запах и привкус, да и мясо тоже. Но внимание, вопрос, а почему же тогда орляки так дорого стоят? Зачем платить 100 тысяч долларов за крупную морскую рыбу, которую нельзя съесть? А дело в том, что орляки весьма импозантно выглядят, и попадаются людям нечасто. Они одиночки, группами собираются редко, и попадаются в сети и на крючки разве что случайно. А красота, когда она редкая, всегда пользовалась спросом. Орляк не зря назван пятнистым, белый снизу, сверху он имеет окраску в горошек. Темно-синий или черный общий фон обильно изукрашен яркими белыми пятнышками. Движения рыбы во время плавания необычны и напоминают скорее взмахи крыльев. Говорят, что именно с этим фактом связано птичье название орляка. Ныряльщики считают, что плывущий скат напоминает своим видом летящего орла. Сходство усиливается за счет морды ската, похожий по форме на клюв, правда, не орлинный, а утиный. Из-за такой привлекательной внешности пятнистые орляки давно стали любимцами аквариумистов. Речь, конечно, не обо всех представителях этой породы, а только о самых денежных. Скатов запускают в очень большие аквариумы в океанариумах или различных деловых центрах. Понятно, что денежные поклонники аквариумов могут много платить за свои капризы. Но дело усугубляется тем, что пятнистый орляк – довольно редкая рыба. Нет, дело не в вылове, люди как раз уже давно принимают меры к защите скатов. Однако орляки весьма чувствительны к любым изменениям во внешней среде и притом плохо размножаются. Такие виды ныне нередко процветают. Скаты, живородящие рыбы, икринки созревают внутри организмов самок, а на свет появляются уже миниатюрные скатики. Диаметр новорожденного орляка не превышает 3,5 см, а чаще заметно меньше. Притом вынашивание потомства продолжается около года, взрослыми скаты становятся не ранее, чем в 4 года, и рождаемость у них крайне низкая – 1-4 скатика за раз. Понятно, что при таком медленном воспроизводстве скаты оказываются уязвимым видом. В рамках их защиты продажи скатов очень ограничены, в некоторых местах, например, во Флориде, торговля ими вообще запрещена. В Южной Африке власти пошли даже на ограничения в деле установки противокульих сеток на пляжах. И все ради сохранения пятнистых орляков. Вот из всего этого огромная цена скатов и складывается. Красота, редкость, спрос, санкции. Ну ладно, а чем история нигерийского рыбоката закончилась. А закончилась она совершенно сказочно. Сознательный гражданин Нигерии взял да и выпустил обратно в океан природную редкость стоимостью в 100 тысяч долларов. Сказочная сумма для Нигерии. Почему он так сделал, никто не знает. Можно придумать много разных объяснений. И все они окажутся хоть немного, но сказочными. А как бы поступили вы на его месте? Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.